Ну что? Челси! Челси и Барселона! Но и он не требует арбитра или санитаров. Упорство и упрямство у этих мальчишек уже в крови. Это характер. И не важно, что под ногами мечутся куры, а ворота – покрышки от трактора. Зато каждый похвастает вам, что в свои 8 лет знает по именам всех сильнейших футболистов мира. Я хочу стать бомбардером, как Роберто Карлос. Играть, как Роберто Карлос, Самуэль Ито, Жирков или Бусуфа мечтают тысячи мальчишек. Неслыханно футбол в Дагестане потеснил вольную борьбу. Если раньше он не был так популярен, то теперь бегать по газону в трусах и майке – признак хорошего тона. Кожаный мяч отбирают у борцовского ковра право считаться национальной идеей. Такой ажиотажный интерес к футболу появился после того, как Анжи попал в пятерку сильнейших клубов России. И такие трибуны не соберет ни один турнир единоборцев. Анжи – чемпион, кричит и этот малыш, одетый форму махачкалинцев. И взрослые, и знойные красотки с шарфами желто-зеленых. После очередной победы глава Дагестана тоже спешит поздравить команду. Вот обнимает Этуо, как старинного приятеля. Поднимая престиж республики до уровня мирового, эти футболисты становятся лучшим примером для подражания. Это уже бренд покруче, чем традиционный коньяк и крали с гинка. Сейчас Анжи развивается и специально это делает для того, чтобы больше молодежи увлекалось футболом. И я вижу только позитив. Видно, открылась академия. Столько детей, столько молодых ребят, которые хотят показать, идут, интересуются этим. И видно, что клуб, в частности, этому поспособствовал. Анжи сегодня – это не просто футбол или команда. Это крупнейший за всю историю Дагестана социальный проект. Вот на окраине Махачкалы заканчивается строительство Анжи-арены. Новейший стадион на 30 тысяч зрителей. Весь из стекла и дюралия в стиле хай-тек. А на этой площадке открыта самая настоящая академия футбола. Папа и мама на скамейках запасных. Мальчишки носятся по полю за мячом и кто как может выписывает финты. Идет отбор в команду Анжи, только пока детскую. Но в футбол здесь играют по-взрослому. Руководят клубом бывшие форварды клуба. Спортивный директор, как и у основного состава, тоже голландец – Илли Гус. Гус у Хидинга он не родственник, но не менее именитый профи. Критерия отбора, ну все-таки, я думаю, что это где-то координация мальчика, как он с мячом работает, техника его, скорость. Мы просматриваем всех без исключения. Ну и, естественно, соответственно, возраст. Когда на спортплощадке вместе с мальчишками стали выходить и девчонки, то многие недовольно хмурились. А когда девочки стали бегать в трусах, хоть и в футбольных, то казалось, что такой пощечины Дагестан еще не получал. Но интерес к футболу в республике оказался настолько высок, что эту фривольность общество простило. Девчонки упрямо доказывали, что лихо лупить с разбегу по мячу – это вполне достойное занятие. А трусы до колен – это все же не экстремальная бикини. Да и спорт, в конце концов, юному организму полезен. На трибунах, правда, случается, слышны недовольные крики мужчин, но на них уже никто не обращает внимания. И хотя барышни на поле еще не столь виртуозны, как пиле, но тоже очень амбициозны и мыслят интересами государства. Я считаю, что за честь России не только мужики могут выступать, но и женщины. Мы со своей командой хотим доказать это. Голова орла на желтом щите. Этот клубный герб – первое, что укрепили строители в створе ворот будущего стадиона. Но сегодня уже мало кто в Дагестане воспринимает его исключительно как атрибут анжи. Это почти символ Дагестана. И под ним в республике начинается новая эра футбола. Спорт, захвативший народа от Каспия до Высокогорья, не нуждается в том, чтобы его, как призывал советский лозунг, несли в массы. Почти каждый, кто сегодня гоняет мяч по полю, взрослый или ребенок, уверен, что он тоже частичка анжи. Севрина Шамхалова, Тимур Абдулаев, Салих Салихов, Руслан Касумов. Время новостей.